всем здравствуйте время уже 12.45 так что давайте начинать семинар сейчас я запишу демонстрацию экрана так если кто-то в зоне есть активный меня слышно да слышно спасибо вот сегодня заключительный семинар посвященным нейроинтерфейсам предыдущий семинар мой был две недели назад где-то вот этот соответственно будет его продолжением напомню примерно что был на предыдущем семинаре мы посмотрели на эгэ данные с моторным воображением взятые соревнования 2006 года по моему где было четыре класса четыре класса для классификации четыре типа воображения движения левая рука правая рука ноги и язык вот и мы соответственно пытались это все классифицировать а по ходу мы познакомились с понятием топографической организации коры сансомоторного гомункулоса поняли что такое ну увидели что такое альфа ритм бета ритм что такое узкополосные ритмы эгэ нашего мозга поняли что чтобы их выделить нужно чтобы их использовать для классификации нужно применять метод пространственной фильтрации затем мы делали пространственную фильтрацию для того чтобы убрать размешать сигнал из разных источников там которые отвечают за левую руку за правую руку и так далее потому что они пространственно разделены но смешаны на поверхности скальпы вот и в конце соответственно мы выделяли признаки напомню это будет важно сегодня что мы выделяли признаки так обычно делается в виде мощности например компонент вот наших этих пространственных компонент которые мы получили с помощью например метода csp или другого метода например айси эй вот да и мы использовали мощность этих компонент как наши признаки а именно как это вычислялось что бралось окно в которым человек ну trial которым человек представлял там движение правой рукой дальше значение эгэ сигнала но он в идеале ну можно представить как синсоиду мы заводили ее в квадрат и сумерили в этом окне то есть фактически вычисляли дисперсию сигнала в окне такой у нас был pipeline и дальше мы применяли классификатор уже для найденных признаков сегодня мы поговорим ну это был достаточно такой бейзлайновый pipeline для классификации моторного брожения эгэ а вот сегодня мы поговорим о немножко о других подкодах более редких так скажем в том числе про так называемый римманский классификатор сначала и во второй половине я попробую показать нейро сетевой подход для непрерывной классификации сигналу уже и кок тоже с того же соревнования bsi competition 4 вот давайте познакомиться с понятием римманская классификации вообще ну в чем идея идея на самом деле простая вот когда мы использовали csp наши признаки это были фактически дисперсии некого набора компонент ну предполагаемых источников полезного сигнала вот на самом деле мы в качестве признаков еще могли использовать и их взаимные корреляции мы мы их не использовали для простоты для того чтобы было ну не было слишком высокоразмерное наше пространство признаков вот но фактически признакам фактически в эгэ считается что признакам эгэ который можно связать как-то с внешней функции там движение руки или еще что-то какая-то когнитивная нагрузка а это именно говорится к вариации источников сигнала мозга вот они могут быть не скоррелированы то есть матрица к вариации будет не диагональный вот и соответственно это можно использовать для классификации матрицы к вариации соответственно эта матрица который по диагону вычисляется она как если у нас размерность данных количество каналов количество временных отчетов то можно вычислить к вариационной матрицу как приближенно как наши данные дата умножить на транспонированы и данные вот соответственно временные временная ось хлопываяся остается матрица количество каналов на количество канffff соответственно канал умножается сами на себя и там, где канал умножается сами на себя, это деагональ нашей матрицы, это дисперсия источников Соответственно, боковые элементы – это взаимные вариации наших источников. И особенность этой матрицы в том, что, во-первых, как можно понять, она симметрична. То есть, у нее есть главная диагональ, относительно этой главной диагонали, ее значение симметрично. Почему? Потому что, если у нас есть два источника, как source 1, source 2, то неважно, в каком порядке мы будем умножать их друг на друга, первый на второй или второй на первый, мы получим одно и то же число. И второе важное свойство, из которого, собственно, вытекает римманский подход, это то, что эти матрицы, они так называемые положительно определенные. Это особое свойство матриц, все ковариационные матрицы положительно определенные. И оно заключается в том, что какой бы мы вектор не взяли, соответствующую ковариационной матрице размерности, например, 4, какой бы мы вектор не взяли, он может быть положительный, состоять только из единиц, он может состоять из минус единиц и так далее. Отлицательный, положительный и так далее. Если мы умножим этот вектор сам на себя через ковариационную матрицу, то есть, если показать... Сейчас. То есть, если умножить какой-то вектор x4 на 1 через ковариационную матрицу, любую, то мы получим положительное число. Соответственно, если бы эта матрица была неположительно определенной, тогда это условие не обязательно выполнялось бы для всех векторов. Такое свойство определяется, обусловлено ковариационной матрицей тем, что у нас мощность значения боковых элементов не может превышать произведение. Значение боковых элементов не может превышать значение, корень из умноженных значений на главной диагонали. Это связано с тем, что дисперсия вычисляется как сумма квадратов, и сумма квадратов будет максимальной, если мы умножаем элементы сами на себя. Если же мы умножаем, например, 3 на 3, 5 на 5 и так далее. Если мы умножаем 3 на 5 и 5 на 3, то мы получаем меньшее значение. Соответственно, источник сам собой максимально скоррелирован. То есть его дисперсия максимальна. Когда мы перемножаем один источник на другой, мы получаем какую-то корреляцию, не равную единице. В предельном случае корреляция будет равна единице, если источники повторяют друг друга. В таком случае, кстати, квадратовая матрица будет вырожденной, то есть ее размерность будет ниже, чем ее реальный размер. Например, размерность 3 внутренняя матрицы, а ее реальный размер 4 на 4. И это будет вести к вычислительным ошибкам. Но на самом деле, естественно, EG-источники точно не скоррелированы идеально, и таких проблем у нас не будет. И из-за того, что источники точно не идеально скоррелированы друг с другом, есть такое свойство, что боковые элементы меньше, чем корень из произведения значений на соответствующих позициях на диагонали матрицы. То есть квадраты двух источников меньше корня из произведения дисперсии двух источников. И, соответственно, римский подход. У него относительно сложная математика. И она для понимания. Ну, когда мы это все программируем, когда у нас есть формулы, это, соответственно, уже все проще. Но чтобы немножко понимать математику, всего этого я попробую как бы интуитивно тоже ее объяснить. И суть там в том, что для таких матриц положительно определенных, к которым относятся ковариационные матрицы, к ним была придумана своя математика, свои метрики неевклидовые, так называемые римоновские. То есть это некие правила, по которым считается расстояние между ковариационными матрицами. То есть наши евклидовые дистанции, это если у нас есть какой-то вектор 1, вектор 2. И мы, чтобы посчитать расстояние между ними, мы вычитаем один из другого и складываем там квадрат и берем корень. Соответственно, внутренняя геометрия ковариационных матриц ведет к тому, что правильно вычислять расстояние между матрицами нужно не так. Почему вообще ковариационные матрицы у них какая-то своя геометрия? Не как, скажем, у обычных матриц или обычных векторов. То есть для аналог вот этой эвклидовой дистанции для матриц – это фрабильность его нормы. То есть, если не ошибаюсь, разница суммы квадратов всех элементов матрицы. А почему у положительно определенных матриц это не так? Как я сказал, положительно определенные матрицы симметричны. Их элементы симметричны. И интуитивно это можно понять так, что, скажем, если у нас есть матрица размером 2 на 2, то есть у нее 4 элемента. Фактически в эвклидовом пространстве ее размерность равна 4. Но фактически, так как она симметрична, то ее можно периметризовать меньшим числом переменных. В случае матрицы 2 на 2 – тремя переменными. То есть, одна переменная первое значение на диагонали, второе значение на диагонали и оба боковых элемента. И так далее. Для матриц более высокой размерности нам достаточно, чтобы периметризовать матрицу, количество переменных равное длине диагонали матрицы, плюс половина ее боковых элементов. И если визуализировать, например, такую матрицу размером 2 на 2 через ее параметры, в таком случае у нас количество параметров 3, и их можно представить в трехмерном понятном нам эвклидовом пространстве. И в таком случае мы увидим, что матрицы, организованные в расположении матриц, есть определенные закономерности, они образуют так называемый конический манифолд. Здесь он изображается. И, соответственно, если у нас есть матрица в каком-то месте этого конического манифолда, и другая матрица из того же манифолда, то мы считаем расстояние между ними по определенной скривленной траектории. То есть, вот здесь она тоже, ее попытались изобразить здесь фиолетовые линии. А если бы мы считали расстояние между матрицами как фрабинисовом норму, то это расстояние можно было бы изобразить прямой, которая соединяет матрицы. И, соответственно, римманский подход, он просто использует вот эту римманскую геометрию для подсчета расстояния между ковриционными матрицами. Но при чем тут вообще расстояние? Ну, просто нужно держать в голове, что мы, когда получаем, извлекаем признаки уже из-за наших зашумленных сигналов, то эти признаки – это просто некие точки в пространстве. Это пространство может быть высокоразмерное, если у нас высокая размерность признаков. Мы можем использовать одноразмерный признак, тогда это все можно нарисовать на линии. И, соответственно, вся наша классификация сводится к тому, что мы пытаемся нарисовать с помощью классификатора какую-то разделительную плоскость или проекционную прямую, спроецировать на эту прямую… Ну, куда-то спроецировать наши признаки, найти какую-то разделяющую гиперплоскость и посмотреть расстояние от каждого конкретного признака, тестового признака, до нашей разделяющей гиперплоскости. И, соответственно, по какую, например, сторону лежит наш данный признак от выученной гиперплоскости, к такому классу мы и относим наш trial. Вот. Соответственно, фактически мы вычисляем некие расстояния от наших признаков до чего-то. И риманский подход в EEG, он заключается в том, что мы в качестве признаков берем просто ковриционные матрицы. Ну, ковриционные матрицы, они считаются какого-то частотного диапазона, и какая-то предупработка тоже нужна. То есть здесь, опять же, как и в пейплайне, который я рассказывал на прошлом семинаре, не обязательно, вернее, обязательно, ну, нельзя брать чисто сырые данные и из них сразу издевать признаки. То есть вот какая-то предупработка нужна. В данном случае минимальная предупработка – это временная фильтрация и, ну, и там, например, удаление артефакта. Вот. Ну, хотя бы временная фильтрация. Ее в целом достаточно. Вот. И, соответственно, мы дальше-дальше уже пространственная фильтрация в этом пейплайне не нужна. Мы просто берем ковриционную матрицу. То есть, например, никакой понижение размерности тоже не нужно. Мы просто берем ковриционную матрицу. Там, например, у нас 22 канала. Берем ковриционную матрицу. Для каждого трайла считаем эти ковриционные матрицы для каждого трайла, то есть XT, X-транспонированное матрицное умножение X, и получаем в качестве признаков ковриционную матрицу 22 канала на 22 канала. И, соответственно, эта матрица расположена где-то в судео-евклидовом пространстве в своем коническом манифолде. И дальше, как мы классифицируем. У нас есть, например, два класса. Воображение правой рукой, воображение левой рукой. Соответственно, ковриации. Ковриации – это фактически умножение. Ну, источники, смешанные источники, сигналы, которые получаются из смешивания полезных источников в наших каналах ЭЭГ. И, соответственно, ковриционные матрицы, они хранят, искаженные, ну, они кодируют искаженные, пространственно искаженные значения наших источников. Вот. Но это пространственные искажения в этой неэвклидовой геометрии в римском пространстве ковриционных матриц, оно не важно в том смысле, что если мы посчитаем в данной геометрии, ковриционные матрицы инвариантны к умножению матриц на одну и ту же матрицу. То есть, если мы берем геоковриционные матрицы, умножаем их на какую-то пространственную топографию новую, обе матрицы, тогда расстояние между этими матрицами в этой геометрии не изменяется, хотя в эвклидовой геометрии оно бы изменялось. И мы бы зависели очень сильно от пространственной топографии. Здесь же это не так. И поэтому для классификации мы просто можем взять среднее, причем тоже посчитанное не просто как усреднение, сумма, деленная на n, а тоже римманское среднее. Я покажу дальше в ходе, как это считается. И мы берем средние ковриционных матриц в двух классах, они как-то пространственно разделены. И если мы говорим об одном датасете, то мы вычитаем средние для двух классов, и когда мы дальше тестируем, мы получаем новые признаки, и мы просто считаем расстояние от нового признака, от новой ковриционной матрицы до наших двух средних, для средних двух классов. И, соответственно, до какого среднего расстояния меньше, то есть какой средней ковриционной матрицы наша ковриционная новая ковриционная матрица ближе, к такому классу мы и относим. То есть просто вычисление расстояний до средних классов. И давайте посмотрим в коде, немножко как это реализовано. Вот здесь класс MRDM, аббревиатура, то есть первое M не помню, что такое, а вторая, третья, четвертая буква – это Rimanion Distance Min, то есть two min, то есть рименское расстояние до средних. Соответственно, в этом классе там еще достаточно много функций, я чуть позже про них еще расскажу. Но в целом этот класс организован примерно как класс FilterBank CSP с прошлого семинара, то есть мы инициализируем, ну он заточен на то, чтобы принимать данные в формате, в имени формате и уже с помощью переданных параметров извлекать внутри класса, делать там про сразу временную фильтрацию, извлекать признаки и так далее. Соответственно, у него есть инициализация, где мы говорим о том, какие лейблы использовать, то есть у наших имени row данных, сырых данных, у нас много меток, как я показывал, но нас интересуются только те метки, которые относятся к четырем классам нашим. Вот, сейчас мы продолжаем использовать те же данные с BCI Competition 4, которые были на прошлом семинаре. Вот, соответственно, остаются те же метки – левая, правая рука, язык и ноги. Вот, задаем в качестве параметров частотный диапазон, в котором мы хотим считать квалиционные матрицы. В данном простом случае мы будем использовать только один частотный диапазон, хотя, естественно, это аналогично как CSP, можно обобщить на большее число частотных диапазонов. И для каждого считать там свои средние квалиционные матрицы для двух классов. Да, ну, это дополнительный параметр масштаб данных для визуализации. И дополнительный параметр, который мы тоже не используем для понижения размерности. Зачем это нужно? Потому что если мы как-то предобрабатывали данные, например, с помощью ICA, и удалили, например, какие-то компоненты, или несколько, или одну, то, как я говорил, квалиционные матрицы станут вырожденными, и посчитать правильно расстояние на римнском манифолде не получится, потому что там будут сингулярные значения. Ну, грубо говоря, всякие деления на ноль и так далее. Это предельные граничные случаи нашего пространства. SPD, то есть положительно определенных матриц. И, соответственно, у нас есть функция train, стандартная, в которую мы кладем данные для обучения в формате имени row. Мы задаем, ну, метки мы задали при инициализации, частотный диапазон тоже, поэтому нам остается задать времена относительно моментов, диапазон с помощью этой имени, это max, относительно момента подачи стимула, в котором мы будем вырезать наш trial. То есть напоминаю, что мы берем, мы будем брать, как на прошлом семинаре, временной диапазон от 1 до 4 секунд после предъявления стимула. То есть trial где-то шел 5 секунд, с учетом реакции человека, компенсации реакции человека, берем не сразу после предъявления стимула, а начало trial, а чуть позже на секунду. Здесь происходит понижение размерности, если это нужно, с помощью обычного метода PCA главных компонентов. Стоит сказать, что, опять же, понижение размерности – это просто умножение наших ковариационных матриц на какие-то новые пространственные топографии, фактически вращение их просто. И относительное расстояние – это никак на относительное расстояние между матрицами в риммонском смысле это никак не влияет. То есть в дальнейшем это никак не влияет. Вот здесь мы делаем частотную фильтрацию наших данных, обучающих, делим на трайлы, то есть типосируем наши данные с помощью параметров, которые мы передавали при инвестициализации и в качестве аргументов нашего метода. Дальше. На следующий случай вычитаем среднее, хотя здесь это не обязательно, потому что мы уже отфитровали данные. Извлекаем метки из наших эпох. И дальше идет уже непосредственно подготовка к риммонским дальнейшим вычислениям. То есть мы задаем хранилище средних ковариационных матриц. Можно заметить, что размерность каждой ковариационной матрицы количество каналов на количество каналов. При этом у нас четыре класса, поэтому вот такой вот тенсор. Мы просто хранилище ковариационных матриц, которые мы дали, будем считать. И здесь мы считаем ковариационные матрицы. То есть, как я и говорил, просто транспонированы одна на другую. Первая размерность здесь – это номер эпохи, поэтому транспонирование здесь такое трехмерное. Первую размерность мы сохраняем, а две другие оси меняем местами. И дальше мы имеем набор ковариационных матриц для каждого трайла, для каждого класса. И дальше мы итерируемся по классам. Извлекаем из вот этого тоже тенсора набор ковариационных матриц. Только те ковариационные матрицы, которые относятся к конкретному классу, одному классу, например, левая рука. И считаем для этого класса средние. Средние в применском смысле. Дальше еще это понадобится в дальнейшем для классификации в пределах одного дата-сета. То есть, одного сабжекта и одного интервала записи, треска записи, в пределах одного надевания шапочки. Нам это не понадобится для классификации. Но в дальнейшем я покажу ничего. Считается еще общее среднее для всех классов. И, соответственно, давайте посмотрим на метод вот этот RMA, который вместо простого усреднения, суммации и деления на количество считает среднее для SPD-манифолда. Сейчас найдем этот метод. Вот этот метод. То есть, он принимает наш тенсор-матриц. Набор матриц. Дальше задается параметры для оптимизации. И в целом, если у нас есть две коррекционные матрицы, то для них средние можно посчитать легко. Аналитически для этого есть формула. Но если у нас много коррекционных матриц, то в отличие от евклидового пространства, здесь уже аналитической формулы нет. И средний считается с помощью оптимизационного алгоритма. Ну, достаточно простого. И, собственно, вот практически весь этот оптимизационный алгоритм. Суть его заключается в том, что римское пространство и евклидовое пространство, они связаны... Ну, это тоже такая достаточно высокая теория. Они связаны друг с другом. На самом деле, ну, любое римское пространство связано с евклидовым пространством, привычным нам. Здесь средний считается как сумма, деленная на количество. Они связаны через так называемые экспоненциальные и логарифмические карты. Это тоже просто определенное правило и трансформация, которое переводят из римского пространства в евклидовое. И для того, чтобы перейти из римского пространства в евклидовое, мы применяем так называемую логарифмическую карту. Там дальше тоже быстренько глянем на этот метод. Ну, на самом деле, это просто под реализованную форму, которая вытекает из теории. А чтобы перейти из евклидового пространства в римское пространство, мы применяем экспоненциальные карты. То есть туда из римского в евклидовое логарифмическую карту, а обратно это экспоненциальные карты. То есть, условно берем логарифм, обратно берем экспоненты. То есть, идея понятна. Ну, там, естественно, не просто экспонент, логарифм немножко по-другому. И зачем это нужно? Здесь это нужно для того, чтобы... Как алгоритм работает? Мы сначала оцениваем, вот как в евклидовом пространстве средние наших квалиционных матриц. Дальше мы переводим наши квалиционные матрицы в евклидовое пространство с помощью логарифмической карты. И считаем уже в евклидовом пространстве средние наших квалиционных матриц. Просто как средние. Дальше мы это среднее обратно возвращаем через экспонентальную карту в риммонское пространство. И, соответственно, так проходит одна итерация. И дальше уже на новой итерации мы относительно нового, новой оценки среднего, риммонского среднего, снова переводим евклидовое пространство и так далее. Пока не сойдется, пока среднее. Пока, насколько помню, пока среднее в римском пространстве. Ну, короче, пока изменение на каждой итерации среднего в римском пространстве не станет достаточно малым. Соответственно, давайте посмотрим логерифмическую экспоненциальную карту. Карты. То есть, просто повторюсь, реализация формул. Вот здесь мы вычисляем корни из положительно определенных матриц. Это можно делать, потому что, ну, грубо говоря, положительно определенные матрицы это как положительные числа в одномерном пространстве. Ну, фактически в одномерном пространстве в эволюционной матрице она вырождается положительные числа. И, соответственно, от положительных чисел мы всегда можем посчитать корень, корень в минус второй степени. Это не приведет к вычислительным ошибкам и мнимым числам. Также здесь мы считаем коваряционные матрицы, корень, ну, матричный корень коваряционных матриц. То есть, применяем матричную функцию. В питоне она реализована через метод, через функцию fractional matrix power в пакете skypy. И дальше мы берем матрицу в рименском пространстве коваряционную, умножаем на посчитанные значения, корни матриц. Берем логарифм, тоже матричный логарифм. И снова умножаем на заранее посчитанные значения. Так происходит переход в евклидовое пространство. здесь обратный переход соответственно по форме идентичен, кроме за исключением того, что здесь используются матричные экспоненты. Соответственно, возвращаемся в главный метод для обучающей метод train. Соответственно, на выходе напоминаю, что на выходе этого метода для обучения мы получаем средние корниционные матрицы в рименском пространстве для двух классов. Что мы делаем дальше? Теперь наш... Да, вот. И еще прошу заметить, что при подготовке... Да. Давайте посмотрим, как мы загружаем данные и обучаем алгоритм. Вот. Мы берем тот же датасет BCA Compensation 4. Считываем его, делаем ночь фильтрацию. Ну, фильтрация от 50 Гц, если она еще не сделана, ее обязательно нужно сделать, потому что этот артефакт очевидный и очень простой. От него легко избавиться с помощью такой фильтрации. Если не избавиться, он может сильно мешать. Здесь добавляем плохие отрезки в наших данных, которые будут автоматически учитываться. Извлекаем... Ну, задаем метки, которые мы будем использовать. Левая рука, правая язык, ноги. Создаем наш класс MRDM. Суем у него параметры. Вот здесь, кстати, да, делается понижение размера, но хотя не обязательно. Вот. И вызываем метод train. в который мы кладем наши сырые, ну, не сырые, уже предобработанные. Сейчас предобработанные. Они не... Ну, да, здесь мы кладем наш метод практически сырые данные, то есть без частотной фильтрации. Этот метод уже сам фильтрует в диапазоне, который мы задавали при инициализации. вот, соответственно, обучаем этот алгоритм. Вот. То есть, можно заметить, что на самом деле это выглядит все гораздо компактнее, чем класс filterbank, csp, или просто csp, потому что нам не нужно вычислять отдельно пространственные фильтры. Почему? Потому что относительно расстояния. потому что csp, метод csp, он пытается избавиться от влияния топографий, ну, конкретно топографий, которые смешивают источники и размешать их. А в данном случае относительные расстояния никак не зависит от конкретной топографии и как бы не были разделены источники в двух случаях, расстояние между ними будет сохраняться. То есть, мы и так и так сможем получить одинаковые точности при классификации. Это на точности никак не будет влиять. Дальше загружаем тестовые данные для того же испытуемого. Делаем ту же фильтрацию 50 Гц артефакта. и уже кладем новые данные для теста в метод, который позволяет протестировать нашу классификацию на новых данных. Давайте взглянем на этот метод. Вот метод классификации. В целом происходит все то же самое, что и в трейне, только здесь уже не вычисляются средние для классов отдельно, потому что собственно метки классов нам здесь неизвестны. Здесь просто вычисляются аналогично средние в каждом трайле и каждый трайл и средний для каждого трайла и считается расстояние для средних для каждого класса для конкретного трайла. Считается расстояние считается соответственно в римновском смысле и этот метод подсчета римновского расстояния декорационных матриц он также здесь реализован. То есть это метод dist. Видим все тот же логарифм здесь. Фактически это умножение квалиционной матрицы либо на другую квалиционную матрицу с одной стороны либо на корни квалиционных матриц с двух сторон для положительных определенных матриц это без разницы и берется соответственно логарифм. От этого возводится в квадрат ну и дальше просто возводится в квадрат складывается и берется корень. Вот так вычитывается дистанция. На самом деле римнское расстояние для положительных определенных матриц на самом деле достаточно просто. Дальше мы посчитали расстояние для коррекционной матрицы из конкретного trial до средних из двух классов. И просто смотрим, до какой коррекционной матрицы средней наше расстояние меньше. К такому классу мы и относимся. То есть разрешает этот метод уже размеченные данные. Давайте запустим этот кусок кода. Сейчас смотрим точность классификации. Напоминаю, что это 4 класса. То есть бейзлайновая точность, вообще говоря, 25%. В прошлый раз на фильтр Bank CSP, то есть такой тяжелый метод с подбором параметров, там получалось, если не ошибаюсь, 80 с чем-то точность. Посмотрим, что здесь будет таким очень простым методом, который вытекает из достаточно сложной математики. Относительно долго считается, потому что мы видели, что там для каждого горизонта матрицы считают матричные функции, там логарифмы и так далее. Корни матричной функции. Это, чтобы посчитать матричную функцию, нужно сделать из виде разложения, то есть представить матрицу в виде произведения ортогональных векторов, ортогональных матриц на диагональную матрицу. И уже к этим диагональным элементам применяется функция как к обычным числам. То есть это достаточно вычислительно долгий алгоритм разложения матриц. Ну, это недолго, но если данные большие, размерности матриц большие, то это относительно долго может быть. Но вот посчиталось, и мы видим, что для классификации на том же датасете у нас точность 73%. То есть при произведении 25% это очень неплохо. И еще прошу заметить, что здесь даже особо не предобработанные данные без удаления артефактов около граммы. То есть если бы мы еще как-то почитали данные, на пару процентов точно выросла бы точность. И дальше, что еще интересного вытекает из этой геометрии. Как я сказал, в ковриционной матрице здесь расстояние между ними инвариантно к умножению на одну и ту же топографию. То есть на одни и те же матрицы. На одну и ту же матрицу какую-то общую. Когда мы переходим к новому испытуемому, или берем старого же испытуемого, только надеваем шапочку как-то по-новому, то, если особенно этим не следить, то шапочка наденется по-другому, расположение электродов будет другое. То есть они будут считывать сигнал с других позиций, будут считывать как бы другой сигнал, который можно закодировать другими коверационными матрицами. Но еще хуже, соответственно, есть испытуемый другой, даже если у него как бы внутренние источники в голове работают так же, как у первого испытуемого. То есть так же десинхронизируются ритмы, там изменяются мощности и так далее. Вот даже если это так, то топография на поверхности головы у него точно будет другая. Причем, может быть, даже совсем другая. Вот. И есть такая проблема в ЕГЭ, что, соответственно, мы не можем просто так взять и перенести обычный алгоритм на одном испытуемом, на обычный алгоритм для классификации на другом испытуемом, потому что там будет уже искаженная классификация, то есть пространственные фильтры перестанут давать чистые источники, там они останутся смешанными и так далее. Вот. И хотелось бы использовать... Есть такая проблема трансфер-леунинга, то есть как, скажем, обучать алгоритмы на многих испытуемых, применять их тоже на множестве испытуемых, так, чтобы они работали для всех одинаково, то есть так, чтобы они были инвариантны для изменения топографий наших источников на поверхности головы испытуемого. Исходя из римской геометрии, предложили подход, который частично компенсирует этот недостаток, который частично делает это возможным, перенос классификаторов с одного испытуемого на другой. И в чем тут суть? Вы видели, как я показывал, как при трене считается общая эквариационная матрица для всех классов в риммонском смысле. Сейчас. Вот здесь вот. И вот эта средняя эквариационная матрица, ее можно назвать, грубо говоря, точкой-опорой для эквариационных матриц одного испытуемого. Вот. То есть это некоторая эквариационная матрица, смесь источников, которая умножается на какую-то среднюю топографию для данного человека. И есть другой человек, у него тоже есть какой-то набор эквариационных матриц, и тоже есть какая-то общая средняя, которая тоже фактически является смесью источников, умноженная на какую-то среднюю топографию уже для этого человека. Вот. Соответственно, мы, ну, в модели нашей мы предполагаем, что и у того, и у того испытуемого относительное расстояние между матрицами, оно, между матрицами разных классов, оно одинаковое. Оно сохраняется. Но при этом, если мы, но мы должны считать расстояние до, но при этом, если мы будем использовать для теста данные с нового испытуемого, то мы будем брать новые эквариационные матрицы с новыми топографиями и считать средние для эквариационных матриц со старыми топографиями. То есть здесь уже относительные дистанции не будут сохраняться, потому что вот эти опорные матрицы, средние матрицы классов, они имеют одну общую топографию, расстояние между ними, ну, между испытуем одно и то же, но расстояние до новой эквариационной матрицы она как бы умножается за другую топографию, и поэтому относительно вот этих средних расстояния будут уже искажаться, и мы не сможем нормально классифицировать. Вот, но вот эта римманская геометрия, она предлагает, из нее вытекает способ, как можно перенести до эквариационной матрицы, то есть набор признаков одного испытуемого из его как бы домейна, где вот эти все эквариационные матрицы расположены, в домейн первого испытуемого, используя как раз вот эти средние, общие средние эквариационные матрицы для двух испытуемых. То есть, как я сказал, они различаются какими-то двумя разными средними топографиями, и при этом внутренние источники мы предполагаем, что к вариации внутренних источников одни и те же, и поэтому мы как бы можем извлечь вот эти различные эквариационные топографии из этих эквариационных матриц. И при переносе этих эквариаций мы как бы среднюю эквариационную матрицу для второго испытуемого сопоставляем со средней эквариационной матрицей первой испытуемого, то есть так, чтобы они совпадали один в один. То есть, мы как бы искажаем топографию для второго испытуемого так, чтобы она превратилась в топографию первой испытуемого. А вместе с общим средним трансфер происходит и для к вариационных матриц, для средних к вариационных матриц для двух классов и для всех трайлов для второго испытуемого. То есть, они как бы переносятся в изначальный домейн первого испытуемого вместе с общим средним. То есть, они как бы привязаны к общему среднему для второго испытуемого и вместе с ним переносятся, сопоставляются с общим средним первого испытуемого. И таким образом мы избавляемся от этих различий в общей топографии И можем спокойно считать расстояние от коррекционных матриц для новых трайлов для второго испытуемого после переноса до средних коррекционных матриц для двух классов для первоиспытуемого. То есть мы обучали на первом испытуемом алгоритме, то есть для него нашли средний коррекционный матриц, для которых при классификации считается расстояние, потом взяли второго испытуемого, перенесли его, сопоставили домейны для двух испытуемых и считаем уже для новых коррекционных матриц с исправленными типографиями, средние так, как будто это данные с того же самого испытуемого. Давайте посмотрим, как это в коде реализовано. Вот здесь вот мы загружаем нового испытуемого, там был А01, уже сразу тестовые данные, то есть трейн здесь вообще не нужен для нового испытуемого. Делаем тоже какую-то минимальную предобработку, фильтрацию, там разметку плохих, но это даже тоже здесь не обязательно. При тесте плохие сегменты им учитывать не нужно. И дальше вызываем метод mrdm.transfer.usv. Давайте посмотрим на этот метод. И что мы ему даем, этому методу? Мы даем в формате row.mini.data наши новые данные. И смотрим, что этот метод делает. Ну, понятное дело по названию, что он как раз делает этот общий перенос. Посмотрим, как он это делает. Ну, он вот берет наши новые тестовые данные. То есть, чтобы все-таки сделать этот перенос, нам не нужны метки новых тестовых данных. Но нужен какой-то кусок данных, с которым мы можем посчитать общие средние. Которые мы будем споставлять с общим средним первого испытуемого. Но в данном случае мы считаем общие средние на всех тестовых данных. То есть, ну, здесь как в методе train примерно все происходит. То есть, нарезается на эпохи наши данные. Делается тот же PCA, если необходимо. Для понижения размерности. И считается общие средние для новых тестовых данных. С помощью уже знакомого метода Riemannian Mean Average. И дальше вызываем функцию для параллельного транспорта. Которому нужны три аргумента. Это средняя коверационная матрица старая. Вот она здесь последняя идет. Для первого испытуемого, которую мы считали. Средняя коверационная матрица для нового испытуемого. И некоторый набор коверационных матриц, который привязан к средней коверационной матрице. Для второго испытуемого, для нового испытуемого. Которые будут переноситься вместе с этим средним. Ну, наверное, уже не будем смотреть на этот параллельный транспорт. То есть, фактически, это там тоже те же взятия логарифмов и так далее. То есть, просто реализация определенных формул. Переход в эвклидовое пространство. Там как-то смещается. Потом обратно и так далее. Но суть в том, что этот набор коверационных матриц смещается вместе с этим средним к старому среднему. Таким образом, мы избавляемся от различий в топографии между первым испытуемым и вторым испытуемым. И дальше мы уже как просто в классификаторе, в методе деклассификации, берем транспортированные трайлы и считаем для них расстояние до старых средних. То есть, вот, self-class. Для старых средних первого испытуемого. Вот, и все. И опять же возвращает лейблы. Давайте посмотрим, как это работает. Соответственно, если бы мы попытались делать то же самое с помощью алгоритма CSP, то мы бы там очень сильно, грубо говоря, полагались на удачу. Удача заключалась бы в том, что топографии для двух испытуемых сильно совпали. Если бы они не совпали, не совпадали, тогда бы те пространственные фильтры, которые мы находили с помощью ESP, не работали бы для второго испытуемого. Они бы давали уже... Ну, они бы, может, частично работали, но все равно давали бы какие-то зашумленные данные пространственные, а может быть, даже больше зашумляли. И, соответственно, классификатор также обучен на другом испытуемом. И поэтому, ну, там LDA, например, то есть у него там свои прямые, проецирующие свой порог. И в итоге все это привело бы к очень невысокой точности классификации. В данном случае у нас точность классификации примерно как на первом испытуемом. Ну, это, скорее, уже даже связано с перформансом конкретно для каждого человека, индивидуальными особенностями. Но мы видим, да, что мы, используя средние для первого испытуемого, смогли сделать надежную классификацию четырех классов для другого испытуемого. Вот такая интересная штука, то есть римская геометрия ESP-D матриц. Положительно определенных операционных матриц, которые можно применять для классификации. Вот. Нужно просто реализовать формулы. Достаточно простые тоже. Вот. Есть ли вопросы по этой части? Теперь перейдем, если вопросов нет, к второй части, к нейростевому подходу для классификации электрофизиологических данных. Ну, в данном случае мы уже перейдем к электрокортикограмме. То есть, сейчас открою описание данных. Электрокортикограмме, то есть, грубо говоря, ну, обычно эти эксперименты проводятся с испытуемыми, которым имплантируется, естественно, исключительно по медицинским показаниям, кортикографические сетки. Ну, эта процедура может показаться достаточно страшной, но на самом деле она достаточно минимально инвазивная, особенно если кортикограмма, ой, электрокортикоэкоксетка устанавливается над твердой оболочкой мозга. В общем, вскрывается череп в определенном месте и кладется на поверхность либо коры, либо даже оболочки коры электродная сетка. И это нужно у пациентов, у которых эпилепсия, которая не лечится с помощью медикаментозно. То есть, лекарство не помогает. В таком случае, в тяжелых случаях проводятся операции. Проводятся операции по удалению части коры головного мозга. И перед этим нужно точно картировать источник эпилептогенной активности, а хорошую точность с помощью ЭЭГ, скажем, получить нельзя. И для этого проводят такие инвазивные операции, то есть исключительно по медицинским показаниям. То есть, если кто-то захочет провести с кем-то вдруг, кто-то случайно, ну, кто-то, нельзя просто захотеть и взять какую-то спину, имплантировать его для каких-то научных целей в сетку. И, соответственно, электрокортикографическая сетка по сравнению с ЭЭГ имеет лучшее качество сигнала, намного лучшее, потому что ее источники в коре головного мозга в данном случае не разделены, не отделяются от электродов костью черепа, которая имеет достаточно низкую проводимость тока. Соответственно, она действует как своего рода экран в ЭЭГ и, соответственно, сильно понижает амплитуду сигнала головного мозга, а также за счет этих неоднородностей и так далее сильно приводит к сильному расползанию сигнала ЭЭГ на поверхности скальпа, соответственно, как лучшее процессное решение, потому что сигнал источника расползается на гораздо меньшее расстояние, но и имеет гораздо больший сценарий, то есть амплитуду сигнала, потому что просто электроды ближе. И вот этот датасет, он также взят от того же соревнования BCI Competition 2006 года. И что-то происходило, что мы будем декодировать, пытаться. Здесь уже более интересное, там, ну, как, да, с одной стороны это более интересно. Мы будем пытаться декодировать амплитуду движения отдельных пальцев руки. Подчеркну, что это невоображаемое движение, а декодирование траектории, ну, условно, траектории одномерной различных пальцев одной руки. То есть испытуемый сидел, ему подавались команды, двигать таким-то пальцем ритмически, и вот записывались такие сигналы с помощью МИО-перчатки. Он, ну, вернее, одним пальцем двигает. Вот, и сигнал, то есть положение пальца записывалось с помощью перчатки. Всех пальцев записывалось с помощью перчатки, и получались вот такие сигнальчики. Вот где ноль, там у нас, там, соответственно, не двигается палец, где не ноль, а палец. Ну, вот здесь происходит ритмическое движение пальца. Вот, соответственно, да, в сравнении с теми данными, которыми мы раньше работали, это не воображение движения. Вот, но почему? Потому что, ну, все-таки траекторию какую-то по воображению движения, по воображению декодировать очень-очень трудно, и в том числе, в первую очередь, ну, скажем так, как трудно это представлять, и трудно сделать нормальные экспериментальные условия для этого. Вот, поэтому здесь реальное движение, но здесь именно траектория не просто бинарная, ну, метка какую-то классифицировать, но еще именно положение пальца, что очень важно. И, ну, значительно усложняет задачу. Также задачу это усложняет. Задача здесь более сложная, потому что у нас не просто какая-то конечность отдельная, ярко выраженная в моторной, представленная в моторной, сенсомоторной коре, а отдельные пальцы, то есть достаточно мелкие части. Ну, пальцы достаточно тоже на коре хорошо приставленные, но, естественно, имеют гораздо более мелкую пространственную организацию, то есть пространственно их различить очень трудно. На ЭЭГ это делается, но едва-едва, так сказать. Вот, соответственно, ЭКОК, ну, а в ЭКОК это сделать проще, поэтому, ну, такой эксперимент имел бы мало смысла с помощью на ЭЭГ, но ЭКОК у него лучше пространственное разрешение, поэтому пальцы, скажем так, в этом нет ничего удивительного, что пальцы удается различать на ЭКОК. То есть так и должно быть. То есть это как раз примерно соответствует разрешающим способностям электрокортикограмма. Вот. Ну вот, вроде описание эксперимента сделал. И теперь у нас задача. Из данных ЭКОК многоканальных, там, ну, около 40 каналов, кажется, то есть сетка, например, там сколько, не знаю, 7 на 7, здесь как будто 6 на 6. Ну, короче, около 50 электродов. Мы получаем с них СЭКОК сигналы, и мы хотим сделать непрерывный классификатор положения пальцев. На самом деле старые подходы тоже вполне можно было бы применить. Тот же CSP, то есть выделять источники, которые отвечают за разные пальцы, пространственно фильтровать, дальше подбирать нужные диапазоны частот. И, скажем, если мы хотим траекторию декодировать, то можно просто, например, ну, какую-то линейную регрессию сделать мощности, ну, огибающей выделенных пространствами, с помощью пространственной частотной фильтрации источников, линейную регрессию этих источников с, мощность этих источников с положением пальца, с амплитудой в данный момент времени. Вот. Но хотелось бы продемонстрировать более, более гибкий, более адаптивный подход, который тоже можно легко запускать на разных испытуемых с дообучением. То есть нерестевой подход, в который будет практически сам, самостоятельно выделять пространственные признаки, ну, пространственные фильтры, частотные фильтры и так далее. Ну, вообще, если бы мы осуществляли достаточно прямолинейный и, так скажем, простой подход к нерестевой классификации чего-то, то мы бы могли, не знаю, просто, опять же, взять какие-то сырые данные, какую-то стандартную, полно связанную даже сетку и ожидать, что она чему-нибудь научится, ну, не вникая в подробности того, как устроен эго-сигнал, какие у меня могут быть признаки значимые, какие нет. Вот. И в таком случае это, скорее всего, не привело бы к ничему хорошему, но, возможно, на обучающих данных сетка обучилась бы чему-нибудь, но на тестирующих данных она бы полностью прорвалась. Вот. И, соответственно, я бы здесь хотел показать сетку, которую разработали Алексей Асачи и Артур Петросян. и Артур Петросян реализовывал ее, интерпретируемую сетку для классификации электрофизиологических сигналов. Почему именно электрофизиологических сигналов? Потому что в целом ее можно применять хоть к магнитоэнцефалографии, хоть к электроэнцефалографии, хоть к даже миограмме, потому что, грубо говоря, устройство всех этих данных, природа всех этих данных похожа. Скажем, в миограмме источник сигнала – это потенциалы, которые записываются с мышц. И везде-везде можно выделить какие-то узкополосные сигналы, как, например, альфа-ритм в ЭГ или еще что-то в ЭМГ, какие-то узкополосные синусоидообразные сигналы, из которых можно выделить огибающую, то есть посчитать мощность или огибающую, что эквивалентно в данном случае. И это используется как принадлежа для классификации. То есть это такой стандартный общий подход. И вот на самом деле эта сетка, эта интерпретируемая нейросеть, она и реализует такой стандартный подход для выделения признаков. Но особенность в ней в том, что вот эти все пространственные частотные фильтры она подбирает сама в ходе оптимизации. Также какие-то более сложные признаки, нежели чем просто значение огибающей, она в своей терминальной части. Там действительно уже можно варьировать разные архитектуры сеток, которые уже будут из огибающих, выделенных огибающих, как прообраз наших признаков, какой-то первично переработанный сигнал, из-за этого переработанного огибающего сигнала, мы уже как-то с помощью какой-то сложной оптимизации, с помощью какой-то сложной архитектуры можем извлекать более сложные признаки, которые улучшат качество классификации. Но вот у этой сетки есть две главные части. Основной интерес представляет вот эта первая часть, которая позволяет подбирать пространственные и временные фильтры самостоятельно. И вторая часть, которая уже вторичную обработку этих признаков, значения огибающих наших источников использует для классификации. То есть да, здесь показана архитектура нашей сетки. Давайте рассмотрим конкретно по слоям, что происходит. Вот эти x на входе, которые вот сейчас приближу. Вот здесь n – это количество каналов на входе. То есть, например, коксетка, там 40 каналов. Здесь 40 каналов. Мы подаем какой-то, ну, например, trial, то есть какой-то кусок данных на вход. Соответственно, размерность при forward pass, ну, размерность наших данных, которые подаются на вход, это количество каналов на количество временных отчетов в окне. Соответственно, это, ну, понятное дело, что это гиперпараметры, которые уже, ну, особенно длина окна, ну, количество каналов – это не гиперпараметр, это у вас из данных получается, а длина окна – это уже гиперпараметр, и можно брать его различным, там, 100 миллисекунд, можно пару секунд и так далее. А дальше происходит слой пространственной фильтрации. Фактически, это полносвязный слой, ну, где смешивается полносвязный слой по пространству. То есть у нас отрезки, есть временные отрезки, в каждом канале свой. И мы эти каналы комбинируем с помощью весов, с помощью полносвязного слоя. При этом по времени никак, с временем ничего не происходит, с временной оси. А то есть это фактически, ну, это обычный полносвязный слой сети, и он эквивалентен пространственному фильтру. То есть пространственный фильтр – это просто комбинация сигналов нескольких каналов с какими-то коэффициентами. Кие коэффициенты – это уже зависит от алгоритма, который мы использовали, чтобы найти пространственные фильтры. А здесь в нейросети эти пространственные коэффициенты будут подбирать, как веса обычные сети, будут оптимизироваться с помощью градиентного спуска. Так, чтобы максимизировать целевую функцию. Целевая функция – это разность, ну, либо метки классов, то есть 0,1, либо если у нас непрерывная классификация, то есть регрессионная задача, то, например, значение траектории пальца, которое мы записали с мио-перчатки. Вот. И, соответственно, имеется левую функцию, нейросетник будет пытаться оптимизировать вот эти веса пространственной фильтрации. Дальше мы сохраняем, ну, мы получаем ветки, то есть, грубо говоря, пространство отфильтрованной источники. Но по времени они еще не отфильтрованы. На самом деле, эти, естественно, хотя нет, то есть порядок тут все-таки достаточно важен, потому что вот здесь, в этом слое, мы тоже задаем как гиперпараметром количество компонентов, количество предполагаемых источников, полезных, которые можно выделить из наших сигналов. То есть, размер второго слоя определяет количество этих компонентов. Дальше мы имеем так называемые бранчи, то есть, на каком-то протяжении работаем с каждой компонентой отдельно, и дальше мы делаем пространственную временную фильтрацию. У нас есть слой, который соответствует временной фильтрации. Как он устроен? Это просто свертка по оси времени. То есть, обычный 1D конволюционный слой. Почему это временная фильтрация? Потому что у нас, опять же, есть отрезок данных по времени в отрезок данных для нашей компоненты в нашем окне. И временная фильтрация это и есть свертка с каким-то темплейтом, с каким-то окном фильтра. соответственно это окно фильтра едет по нашему куску данных и возвращает какие-то средние значения, которые являются сверткой в окне фильтра с данными в соответствующем окне. Опять же, точно так же веса фильтра временного они подбираются исходя исходя из алгоритма, который мы используем, то есть мы можем конструировать там, можем задавать какие-то характеристи фильтра, частоты среза, его порядок и так далее, и исходя из теории фильтрации, мы эти признаки преобразуем в эти коэффициенты фильтрации, то есть фактически в окно свертки. Здесь, опять же, эти веса фильтрации просто будут прибираться с помощью кредитного спуска, параллельно с оптимизацией пространственных весов. Дальше интересный слой, здесь на самом деле даже лучше заменить на абсолютное значение, а не RELU, но RELU даже нагляднее для тех, кто имеет дело с нейросетями сверточными, потому что, опять же, здесь как будто просто происходит этап сверточной нейросети, где мы делаем свертку, а потом какую-то нелинейность функции активации, RELU, то есть берем только значение выше нуля, ну или APS, давайте будем считать, что у нас здесь APS, фактически это похоже на RELU, только мы в RELU убираем отрицательные значения, а APS абсолютное значение, мы отражаем отрицательные значения в положительную сторону. И дальше идет еще один ковляционный слой, и почему-то написано здесь, что это low-pass фильтр. То есть это такая наша интерпретация. Почему это так? Почему мы интерпретируем следующий ковляционный слой после APS, как low-pass фильтр? Потому что на самом деле вот если брать принцип ну это из простейшей теории обработки сигнала, это аналогичный принцип работает в радио, где у нас есть высокая несущая частота, если честно не знаю диапазон, не знаю, килогерцы, мегагерцы, вот, но главное, что частота большая и это наш несущий сигнал. Вот, и он как-то амплитудно, например, и он, ну, в случае AM-радио, он амплитудно модулирован, то есть у нас есть какой-то закодированный сигнал, закодированный в виде медленного изменения от медленного относительно несущей частоты, медленно меняющийся сигнал амплитуда. Вот. Соответственно, мы хотим, мы, чтобы передавать на большие расстояния, мы модулируем несущую частоту в передатчике и ведем прием данных с помощью приемника, который принимает модулированную высокую частоту. И дальше нам вот эта несущая частота, она не нужна. Мы хотим реконструировать амплитуду, медленно изменяющуюся амплитуду, которая содержит какую-то важную нам информацию. И это делается с помощью амплитудного детектора, который соответствует вот этим двум-слоям, вернее, вот этой нелинейности и вот этому слою. Амплитудный детектор заключается в том, что мы берем ну, там с помощью диода отрезается вот как с помощью релу. Отрезается отрицательный сигнал с отрицательной полярностью. То есть у нас вот высокочастотная амплитуда, она имеет положительный и отрицательный полупериод. И мы отрезаем отрицательный полупериод. И это нелинейно искажает спектр. Так что дальше мы можем Поэтому вот если мы отфильтруем исходную синусоиду, непреобразованную нелинейно, ночь фильтром, то есть узкополосным фильтром, отфильтруем несущую частоту, то она полностью исчезнет, вместе с ней амплитуда. То есть это бессмысленно. А после нелинейности у нас так искажается спектр, что он расщепляется и получается вокруг несущей частоты на большом удалении другие частотные компоненты, которые хранят низкоизменяющуюся амплитуду нашей несущей частоты. И дальше мы можем спокойно отфильтровать узкополосную несущую частоту, а вот эти расщепленные компоненты, которые соответствуют медленно изменяющейся амплитуде, они остаются. Вот так работает амплитудный детектор. И зачем нам здесь нужно? Потому что у нас AEG условно можно представить как радиоволну узкополосную. Мы извлекаем с помощью пространства частотных фильтров узкополосные компоненты. Они как-то амплитудно модулированы, а наши амплитудные модуляции – это и есть, грубо говоря, огибающие наши сигналы, которые мы до сих пор использовали как признак. Ну, то есть квадрат в каком-то окне, логарифм квадрата в каком-то окне, квалификационные матрицы – это все, грубо говоря, амплитуды, огибающие в данный момент времени. И, соответственно, после нелинейности, после этого слоя амплитудного детектора мы получаем вот этот наш основной первичный признак – огибающий. И дальше уже идет произвольный слой, например, просто fully connected, или LSTM слой, или еще какой-то интерфейс, который дополнительно преобразовывает наши огибающие в либо непрерывные значения, либо в какие-то метки, либо в непрерывные значения, амплитуды чего-то. Давайте посмотрим на эту сетку, на реализацию этой сетки. Давайте по порядку пойдем, посмотрим, как загружаются наши данные. Они хранятся в матлабовском формате. Загружаем данные для первоиспытуемого. И смотрим, извлекаем из словаря позиции, которые считываются с движениями, с перчатки на пальцы. Данный ЭКОК обучающий. И давайте посмотрим, как это все выглядит. Ну, вот здесь построен сигнал положения пальца, например, первого пальца, то есть большого пальца. Но здесь немножко не очень хороший масштаб, но просто записи достаточно длинные. Получается 400 секунд, почти 10 минут. Ну, кстати, это достаточно мало для машины Лёнинга, на самом деле, для обучения нейростей. Но посмотрим, что у нас получится. И, соответственно, у нас в этом сигнале закодировано движение пальцев. То есть там, где ноль, как было на картинке, которую я ранее показывал, там у нас пальцы не двигаются, где у нас всплески. Они, на самом деле, ритмические такие. И там была команда у испытуемого дел в движение пальца. Вот. А дальше что мы делаем? Мы делаем произвольную предобработку, как нам кажется, будет логичным. В данном случае мы дециммируем наш сигнал. Дециммируем. Ну, с одной стороны, мы в AEG работали с достаточно низкочастотным диапазоне. Либо альфа-ритм около 10 Гц, либо бета-ритм около 20 Гц. Здесь мы... А в ЭКОК, на самом деле, диапазон частот рабочий, так сказать, с которым можно извлекать полезную информацию, он намного выше. Ну, я с ЭКОК особо не работал. Ну, вообще не работал, можно сказать. Но где-то до 200 Гц, то есть высокая гамма там вполне может использоваться для различных задач. Ну, естественно, альфа- и бета-ритм там также есть. Просто другое отношение амплитуд между гамма-ритмом альфа и бета и так далее. То есть, ну, сигнал ЭКОК более богат. Естественно, по сравнению с AEG. Вот. Поэтому, на самом деле, здесь достаточно осторожно. Нужно понижать частоту дискретизации, дотеммировать. Потому что, если мы, скажем, дотеммируем до 100 Гц частоту дискретизации, то максимальная частота сигнала, которая может быть представлена в нашем сигнале, это всего лишь 50 Гц. И в AEG это было бы вполне удовлетворительно. И это, может быть, было бы полезно, чтобы нейросеть быстрее обучалась. Потому что длина наших данных уменьшается. Но в ЭКОК 100 Гц было бы слишком мало, потому что, по крайней мере, до 150 Гц у нас может быть какой-то полезный сигнал. Поэтому здесь понижающая частота дискретизации до 250 Гц, то есть, матемальная частота, которая может быть здесь представлена, это 125 Гц. То есть, в целом, высокая гамма, там, от 70 Гц, здесь может быть представлена. Точнее, может использовать нейросети. Вот здесь еще есть такой параметр LAC небольшой. Этот параметр обусловлен тем, что на самом деле есть некоторая задержка. Задержка в движении пальца относительно сигнала, который появляется в мозге. То есть, мы же сначала думаем и планируем движение. Ну, даже не так. Тут не про планирование. Сначала появляется сигнал в мозге, и он уже потом через спиной мозг передается сигнал, и через определенный набор синапсов передается уже в палец. И он совершает движение. То есть, какой-то LAC здесь может быть. Тоже не скажу, какой точно, но где-то до 100 миллисекунд вроде точно может быть LAC. Поэтому это тоже в целом гиперпараметр, который используется для смещения данных, для сопоставления. Но в целом, если мы берем большое окно для классификации, то он не так сильно влияет на результат. И что делаем дальше? Загружаем также тестовые данные отдельным файлом. Естественно, во время соревнований тестовых данных не было, но соревнования уже давно прошло, поэтому мы сразу загружаем тестовые данные. Можем использовать сразу как вализационную выборку. Вот. Сдаем числозные секретизации, которые новые у нас получились. Дальше тоже не очень обязательный этап, но мы делаем частотную фильтрацию. Делаем частотную фильтрацию в каком-то широком диапазоне. То есть, грубо говоря, мы отрезаем совсем 60-ти частоты, которые вряд ли будут содержать полезные сигналы. То есть, немножко помогаем в сетке. Ну и, конечно же, если смотрите на изначальный спектр ЭКОК, то мы увидели бы, что... Мы бы увидели, что здесь не в 60 Гц был серьезный пик вот этого артефакта. Артефакт промышленной сети. Соответственно, данные записываются в стороне, где частота сети это 60, а не 50. Ну и, соответственно, с помощью ночи фильтра мы избавляемся. То есть, соответственно, это тоже совершенно не та задача, которую мы хотим, чтобы сетка выполняла, избавлялась от артефакта промышленной сети, поэтому мы тоже ей вот так помогаем. Вот здесь строится спектр, который я сейчас показывал. Дальше задаем гиперпараметры сети. То есть, это, во-первых, ну, lagbacker, lagforward, они задают окно данных, которые мы подаем на вход в нейросети. То есть, да, сершная нейросеть, 1D-сершная нейросеть, и нам нужно подавать на вход какое-то окно, временное окно данных, например, там плюс-минус 500 миллисекунд относительно той точки, где мы хотим классифицировать, ну, либо классифицировать, либо получить регрессионные значения. Вот, в данном случае, при частоте дискредизации в 50 Гц, у нас как раз примерно, ну, чуть меньше одной секунды общая ширина окна. При этом, так как здесь онлайн, оффлайн классификация, то мы заглядываем и назад, и назад, и вперед в наших данных. Количество вот этих каналов, количество пространственных компонентов, которые мы позволяем сети использовать, мы, это у нас 10, то есть, изначально каналов 64 было, мы с помощью пространственной филитерации уменьшаем размерность до 10 каналов. То есть, вот, это создается с помощью параметра ICA-channels, если что, это не связано с методом ICA-название. Вот, batch size, это параметр просто для обучения нейросети, то есть, ну, размер с одного batch, то есть, у нас стахарстический грезидентный спуск, количество итераций при обучении, и learning rate. Вот это, вот, неважный параметр. Вот, и дальше инициализируем нашу сеть, инициализируем параметрами, ну, и что, и, собственно, обучаем ее какой-то набор итераций. Давайте теперь взглянем еще немножко на реализацию вот этой архитектуры сети. Вот здесь, это как раз Envelope Detector, это вот та главная, ну, основная, ну, вернее, не основная, но представляющая наибольший интерес часть нейросети, которая автоматически делает пространственную, подбирает пространственную временную фильтрацию. А здесь называется Envelope Detector, ну, потому что, как я сказал, на выходе она фактически детектированная огибающая инфра полезных компонент выдаёт. Соответственно, метод Forward, здесь ConfFiltering, Conf1D, это, ну, такой просто трюк для задания пространственного, ну, полносвязного слоя, для того, чтобы по времени ничего не смешивалось. То есть, это фактически полносвязный слой по пространству. Дальше идёт, сейчас, да, дальше идёт, не совсем правильно сказал, это не первый этап, то есть, не пространственной фильтрации, Envelope Detector в данном случае реализует только вот эти временные фильтрации, частотные фильтрации, то есть, сначала узкополосные фильтрации, ну, как мы её интерпретируем, и выделение огибающей, то есть, сейчас, и выделение огибающей, то есть, вот это. И между ними, соответственно, соответственно, взятие абсолютных значений, ну, и бач нормализации. Вот это нелинейность после узкополосной фильтрации. Вот, соответственно, метод Forward уже основного класса SimpleNet. Это, как раз-то это пространственная фильтрация, пространственная фильтрация, результат пространственной фильтрации выдаётся на Envelope Detector, то есть, сначала это, потом вот это, и дальше уже какой-то интерфейс произвольный, ну, в данном случае здесь полносвязанные слои, плюс релу нелинейности. Вот, и мы получаем что-то на выходе. Вот, соответственно, посмотрим, как эта сетка обучалась. вот этот тест-лосс, как видно, от бачу к бачу он сильно, вернее, от эпохи к эпохе он сильно менялся. Ну, и сейчас с помощью, с помощью, сейчас нормально построим график. Сейчас. Сейчас. Вот, здесь, соответственно, я уже не показываю, как обучается сеть, потому что это относительно долго, и ког-данные всё-таки у них высокая частота дискретизации, большое количество каналов, запись, хотя не длинная, но всё равно обучается относительно долго. Поэтому пропустили мы часть кода с обучением. И сейчас просто выведем вот эти графики для теста. вот построились. Ну, как видим, можно видеть, что второй палец это указательный, который лучше всего, естественно, представлен в моторной коре, потому что, ну, это основной палец, он имеет, грубо говоря, наибольший набор команд, которым человек часто использует, поэтому он хорошо представлен, мы хорошо чувствуем этот палец и управляем ими. и по идее для него должна быть классификация, ну, наша задача решаться лучше всего, потому что сигнал для него должен быть, соответственно, наиболее мощным. Мы действительно видим, что корреляции движения пальца, позиции пальца с декадирным движением пальца, она наиболее высокая по сравнению с тремя другими пальцами, почему три других пальца, потому что безымянно не используется, им двигать автономно достаточно трудно, поэтому, ну, чтобы было более честно, короче, его убирают приоценки результаты. Мы видим, на самом деле, что везде очень низкая низкий коэффициент корреляции, низкий коэффициент корреляции указательный действительно выше всего, и какие-то попытки классировать можно увидеть, то есть, ну, не классировать, а декодировать можно увидеть, то есть, вот эти моменты, вот эти моменты, то есть, здесь ярко выраженное движение, и он действительно что-то декодирует. но в целом, можно сказать, что в данном случае нейросеть справилась не очень хорошо, и сейчас опишу возможные причины, почему так получилось. Ну, во-первых, это очень сильно зависит от гиперпараметров и от рандома при инициализации, потому что у меня получалось и лучшее значение здесь, например, 0,45 для указательного пальца, а это уже достаточно неплохо видно, ну, коэффициент корреляции, это здесь уже достаточно неплохо смотрелось бы, вот, но другая причина, если мы сейчас загрузим, если мы сейчас в обстроении графиков не тест-дата засунем, а трей, то мы увидим немножко другую картину, так, сейчас построится, вот, мы видим, во-первых, коэффициент корреляции огромный, 0,9, если мы взглянем на сигнал, ну, то есть, это то, чему нейросет обучилась на тренировочных данных, по ним совсем нельзя оценить точность, но я бы хотел показать, что на них соответствие декодирования траектории и реальной траектории очень высокой, то есть оранжевый, это движение пальца реальное и синие декодированные значения, то есть, здесь нейросеть обучилась как бы очень хорошо, показывает высокие значения корреляции. Получается, что здесь виноваты скорее даже не гиперпараметры, а то, что нейросеть очень сильно переобучается на этих данных, и я подобрал их, возможно, не очень хорошо, потому что, как мы видели, там всего лишь около 400 миллисекунд. Для нейросети, которая имеет огромное число параметров, даже те же сверточные слои, 10 каналов, каждая свертка там около 40 весов и так далее, полносвязанные слои, она имеет огромное число параметров, поэтому она переобучается. И она хорошо работает на тренировочных данных, но на тестовых данных она почти проваливается, хотя, опять же, если подобрать хорошо параметры, то все-таки она находит при обучении какие-то общие, ну, инвариантные признаки, настоящие источники, не привязываются к каким-то там шумам, ну, артефактам, которые позволяют на тренировочных данных получить хороший результат, и мы получаем значение корреляции указатель на пальцах 0,5. Вот. Соответственно, чтобы это работало лучше, нужно взять какие-то более большой датасет, которым там не 400 миллисекунд, не знаю, хотя бы минут 20, наверное, записью. Вот. Но, как бы, все равно можно продемонстрировать, что так на тренировочных данных сети обучается, то вот эта схема, она работает очень неплохо и позволяет трансформировать, выделить полезные источники, пусть в данном случае это какие-то артефакты, полезные источники, выделить их огибающие и трансформировать это огибающие в тот сигнал, который мы хотим декодировать, например, положение пальца. Кстати, если смотреть, то, например, опять же, мизинец хотя нет, на тренировочных данных видео хорошо работает, но это нечестно. Вот. И, соответственно, в качестве домашнего задания я бы хотел предложить взять вот эту нейросеть, взять данные, которые мы использовали в первой части этого семинара и предыдущий семинар ЭЭГ-данные с четырьмя классами воображения движения и адаптировать ее просто для неперерывной классификации уже ЭЭГ-данных. Это будет не реагрессионная проблема, а просто нужно будет в каждом моменте декодировать метки класса, которые в данном моменте представлены. Вот. Соответственно, нужно будет немножко изменить параметры сети, разобраться немножко, как она работает, загрузить правильно у нее данные и посмотреть, какую она точность выдает, например, по сравнению с тем же FilterBank CSP, который рассматривался на предыдущем семинаре. Там эта нейросеть будет работать лучше, потому что там меньшее число каналов, меньшее число секретизации при желании, а самих данных намного больше, ну, запись намного больше, то есть там по крайней мере полчаса тренировочных данных и полчаса тестирующих данных. Соответственно, да, и я применял эту сеть для тех данных раньше, и там она уже переобучаться не будет. Это я бы хотел предложить в качестве домашнего задания, ноутбук, с которого можно начать, я пришлю сегодня, наверное, вечером. Вот, а на этом семинар все, сейчас могу ответить на вопросы. если есть. Если нет, тогда спасибо всем, кто слушал и кто будет слушать в записи. Надеюсь, было что-то понятно. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok